Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Добрый день! Наталья Викторовна, пришло время сеять астры и бархатцы. Чем все-таки так хороши эти цветы и почему они неизменно каждый год появляются на наших дачных участках? Маша, каких только цветов не выращивают наши дачники на своих дачных участках? Самые-самые разнообразные, и количество большое, и количество сортов самое огромное. И однолетники, и многолетники, и от самых простых до самых капризных. И мы уже с вами тоже сели и петунию, пикировали, и здесь показывали в студии. Кроме того, у нас еще растет здесь и рассада виолы, лобелии, мальвы, гацани, колокольчика. В общем, мы посели все, что нужно на рассаду. Но без астры и бархатцев, я думаю, что нам не обойтись. Потому что это самые-самые дачные цветы. Я не встречала ни одной дачи, где бы не росли эти прекрасные цветы. И потому что они не капризные, не избалованные особым вниманием нашим. Потому что растут практически на любой почве. Рассада замечательная у них. Очень быстро растет. Мощная корневая система. А уж любим мы их, наверное, еще самое главное, за их красоту. У астры, что в переводе означает из греческого, звезда, действительно форма цветка очень красивая. У астры сейчас насчитывается более 4000 сортов. Вдумайтесь в эту цифру. Огромное число. Она бывает по разной поветвлению. По высоте от карликовой до высокой. Она разная по форме цветка. Бывают и помпонные астры, и игольчатые, хризантемовидные. В общем, то, что вам нравится, наверное, удовлетворит любого самого даже притязательного дачника. И астры расцветка самая разнообразная. От белой до темно-бордовой, темно-фиолетовой. Если раньше мы покупали, допустим, пакетик белой астры, желтой, для того, чтобы была такая палитра яркая, то сейчас многие фирмы продают уже пакеты, где есть смесь сортов, то есть смесь окрасок. И это очень удобно. Купил пакетик два, то, что нравится, посел, и у тебя на клумбе все разнообразит цветов. Так что, по сравнению с астрами, бархатцы немножечко скромнее цветок. У них не так много расцветок. В основном расцветки от лимонной, желтой до темно-бордовой, темно-коричневой. А так, бархатцы тоже замечательный цветок. Если астры, когда они растут на участке, мне просто кажется, что они должны пахнуть, потому что они настолько красивы. Но, к сожалению, астры запаха нет. А вот бархатцы имеют специфический запах, потому что у них в соцветиях есть эфирные масла. И у бархатцев, и у астры, я уже говорила, корневая система хорошая, мощная, крепкая. Поэтому они более-менее засухоустойчивы, вернее, не менее, а более засухоустойчивы. И хорошо берут влагу с глубинных слоев почвы. Поэтому, ну, как нам с вами не посадить астру и бархатцев? Ведь это же наш цветок. И я помню, когда мы шли раньше в школу, мы всегда шли с букетами астр. Они стоят прекрасно и в срезке, в букете долго стоят в воде, и прекрасно смотрятся на кломбах, и в рабатках низких, высоких. То есть у них такое многообразие сортов, расцветок, что плюс их неприхотливость, что не вырастить их просто нельзя. Наталья Викторовна, все-таки астры и бархатцы лучше всего высаживать и выращивать через семена или через рассаду? Можно выращивать и посевом семян в грунт, но это уже будет в мае. Сейчас еще рано, конечно, это сделать. А можно сеять через рассаду. И когда у вас есть тепличка, может быть парничок на даче, или есть возможность в квартире, даже в квартире можно вырастить рассаду астры и бархатцы. Ничего сложного здесь нет. То лучше, конечно, вырастить через рассаду. Когда вы сеете в открытый грунт, у вас всходы появятся на 10-12 день. А здесь, в квартире, в рассадном ящике на 3-4 есть разница. Три раза быстрее. Конечно, и зацветут наши астры через рассаду, которые были посеяны, на 3-4 недели раньше. И если вы хотите, чтобы у вас в июле на даче цвели астры и бархатцы, тогда, конечно, нужно сеять их на рассаду. И я думаю, что в квартире наверняка каждый из вас вырастет замечательную рассаду астры, если, конечно, у вас есть место. Так что подготовьте свои подоконники и будем выращивать рассаду астры через посевом семян в такие контейнеры. Мне кажется, что наши дачники люди экономные и все-таки хотят сэкономить на покупке рассады именно бархатцев и астры, которые стоят очень дорого в мае, в магазинах, в садовых центрах. Поэтому самое время начинать ее выращивать. Тем более, что посев астр и бархатцев как раз с середины апреля до конца месяца. Если вы будете делать это позже, то тогда я не вижу в этом большого смысла. Зацветет, конечно, рассада, но это будет цветение позднее. А вы знаете, в каком климате мы живем? К сожалению, у нас уже в августе холодные дожди идут, и заканчивается дачный сезон. Поэтому, если хотите порадовать себя ярким пышным цветением с середины лета, то нужно выращивать через рассаду. Наталья Викторовна, как правильно сеять семена астр и бархатцев? В посеве астр и бархатцев на рассаду ничего сложного нет. Есть два способа. Можно сеять с пикировкой и без пикировки. Если у вас есть площадь, достаточная подоконника в квартире, вы можете сразу сеять без пикировки. Можно взять любые стаканчики. Вот такие пластиковые стаканчики. Обязательно только сделать отверстие для слива воды. Или взять вот такие ячейки. Они продаются в магазинах, тоже очень удобно. И вот здесь 9 ячейчек, вы видите, что они с отверстиями для стока воды. Заполняете их почвой. Можно посеять по одному семечку в каждую ячейку. И такая ячейка с рассадой, она будет вас стоять на подоконнике прямо до высадки рассады в грунт. Не нужно пикировать. Вы ее взяли, перевезли на дачу и высадили аккуратно. Когда вытаскиваете рассаду, вы немножечко поджимаете здесь ком земли и аккуратно вынимаете растения с комом земли. Лучше всего, конечно, сеять вот такие торфоперегнойные горшочки. Мне они очень нравятся. Они тоже с отверстиями. Заполняете их почвой. Ставите в любой контейнер, в любой ящик. И чем хороши торфоперегнойные горшки, что они дышат. Свободно проникает корневая система через вот эту стенку горшочка. И потом вы сажаете рассаду прямо с этим горшочком. Разламываете и высаживаете, не травмируя корневую систему. То есть, если вы хотите сеять без пикировки, а сразу для высадки, то используйте любую имеющуюся у вас емкость. Вот такие горшочки или стаканчики. И сейте по одному семечку вот в такое одно отверстие. Мы в данном случае с вами будем сеять с пикировкой. Потому что у нас места для стаканчиков, для такого количества нет. Потому что мы сеем для всей редакции. У нас желающих много на рассаду астры бархатцев. Поэтому мы будем сеять с дальнейшей пикировкой. И мы приготовили емкости для посева. Вот бархатцы мы будем сеять вот в такую емкость. Вы видите, она у нас достаточно высокая. Так что почвы хватит для того, чтобы рассада росла здесь целый месяц. А я хочу сказать, что рассады и астры бархатцев готовы к высадке через месяц практически. Потому что вот эти цветы, за что мы еще любим, за то, что они очень быстро всходят. Хорошо растут. У них сеянцы сразу растут крупненькие, упитанные, плотные. Это вам не рассада, питунья, которая проклевывается, и ты ее практически не видишь. Нужно буквально под лупой ее рассматривать. И боишься, чтобы не сломать, когда при пикировке. То у бархатцев и у астры сенцы очень хорошие, плотные, надежные. И их очень легко в дальнейшем пикировать. Вот у нас с вами есть 4 сорта бархатцев. Мы выбрали специально различные окраски. И ярко-желтую, и лимонную, и оранжевую, и вишневую. И решили посеять бархатцы с этикетками. Для того, чтобы знать, какой сорт, какой окраски. Посмотрите, пожалуйста, как мы разделили свою плошку для того, чтобы посеять 4 сорта бархатцев. Если у вас нет такой нужды, чтобы каждый сорт отделять друг от друга, вы можете смешать все эти семена и посеять россыпью, или посеять в рядочке. Мы же решили, что нам нужно каждому по различный сорт, с различной окраской иметь. Поэтому мы решили бархатцы сеять каждый в свое место. Наталья Викторовна, а на какую глубину мы семена... Семена мы будем раскладывать практически по поверхности. Мы землю насыпали, пролили ее. Можно пролить раствором марганцовки розовым. И немножечко уплотнить, чтобы у семян был хороший контакт с почвой. Мы берем с каждого пакетика семена, открываем пакетик. Вот достаем первый у нас сорт. Мы его достали, посмотрели. Вот они, семена здесь находятся. Семян бархатцев здесь не так много. Здесь около 15-20 семян. Поэтому вот этого пространства хватит как раз для того, чтобы разложить эти семена. И мы их посеем. И у нас есть земля, которую сверху нужно присыпать. Значит, у нас первый. Итак, будем сеять бархатцы. Какой первый сорт? Будем сеять бархатцы. Мы специально оставили пакетик, чтобы потом, если есть желание, посмотреть, что же у нас выросло. Какая будет схожесть, будем знать. Мы сеем бархатец, а спен красный. Вот его семена. Мы достаем семена, разрываем пакетик, высыпаем их на поверхность увлажненного грунта. Аккуратно разрываете пакетик, потому что семена, бывает, прилипают к самому пакетику. И нужно их все достать. И аккуратно их раскладываем по поверхности. Ни в бороздке, ни в рядочке. Просто раскладываем по поверхности. Так, разложим. Сейчас покажу. Вы видите, что семена бархатцев очень крупные. Это не семена питуньи или лобели, которые трудно увидеть. Мы их раскладываем по поверхности грунта. Немножечко можем их вот так прижать аккуратно, чтобы у них хороший был контакт с почвой. И сверху приготовили рыхлую, хорошую плодородную почву и аккуратно где-то 2 мм присыпаем, чтобы семена были не видны. Ни в коем случае не прижимаем и не уплотняем почву после присыпки. Мы потом с вами берем пульверизатор и вот этот участок, посеянный, взбрызнем для того, чтобы почва была влажная. И когда мы все бархатцы посеем, полностью заполним вот эту нашу емкость, мы берем или накрываем вот этот ящик или стеклом, или полиэтиленовой пленкой для того, чтобы создать такие условия тепличные. И поставим в теплое местечко, чтобы они взошли. И обязательно следите, когда появятся всходы. Сразу же нужно пленку снять или стекло. Убираете. А саму вот эту емкость с сходами нужно поставить на подоконник. Теперь нашим росточкам нужен будет цвет для дальнейшего роста. А температура должна на подоконнике быть невысокая, где-то 15-16 градусов. Когда появляются ростки, температура должна быть низкая, вот 15-16 градусов. Если будет жарко, то они будут вытягиваться, а нам это совершенно не нужно. Поливать, конечно, нужно почаще. Часто бывает так, что всходы появились, вы утром полили и до следующего дня. А земля очень быстро подсыхает. И молодые растения, всходы, они очень быстро травмируются, потому что на поверхности появляются трещинки в земле. И нужно с пульверизатора раза два-три в день опрыскивать вот эти сенцы. И рыхлить обязательно почву, чтобы не было трещин. Когда появляются трещины, то ломается корневая система у этих молодых проростков. И они быстро засыхают и могут сходы ваши погибнуть. Поэтому не допускайте засухи, как говорится. Но и не сильно переливайте. Если почва будет очень плотная, будет плохо поступать кислород к проросткам, они тоже будут себя плохо чувствовать. То есть рыхлим и опрыскиваем из пульверизатора два-три раза в день, чтобы всходы хорошо росли. Наталья Викторовна, мы посеяли барховцы, астры. Мы сеем таким же образом? Да, точно таким же образом будем сеять астры. Астры мы тоже будем сеять без этикеток. Уже без этикеток, потому что нам здесь разница в сортах не важна. Они у нас все очень красивые, нарядные. Поэтому какая разница? Главное, чтобы была палитра окрасок большая. И мы смешали, высыпали семена из этих пакетиков. И у нас с вами смесь вот здесь семян. То есть у нас уже все смешано, все сорта астр. Да. И мы просто их из пакетика... Рассыпем по поверхности пролитой и уплотненной почвы. А сверху, как и в случае с бархатцами, присыпем слоем грунта. То есть мы еще раз обращаем внимание, что таким образом сеются бархатцы астры для пикировки, для дальнейшего пикирования. В дальнейшем мы их будем пикировать. Если вы не хотите пикировать, то значит вы должны по одному семени в один контейнер в горшочке. Хотя я знаю, что многие посеют астры вот таким способом и практически оставляют их до высадки рассады в грунт. То есть они не мешают друг другу? Да, не мешают. Можно взять потом выбраковку. Если у вас что-то не взошло, наверняка не все семена взойдут. Кое-что не взойдет. Итак, сверху мы засыпаем землей? Вот таким слоем, да, слоем земли небольшим и с пульверизатора проливаем, опрыскиваем. Накрываем сверху пленкой и ставим в теплое место для прорастания. То есть все то же самое, как и с бархатцами. Астры и бархатцы, они очень похожи в этом плане. Но рассада бархатцев растет немножко быстрее, потому что они не так прихотливы. И бархатцы зацветают гораздо быстрее, чем астры. Зацветают на 60-й день где-то от посева. Когда астрам нужно больше немножко, они на 90-й день. Они зацветают немножко попозже. Хотя и астры и бархатцы очень красивые цветения. И мы их любим за вот этот яркий, нарядный цвет. Итак, я вот все, в общем... Да. Итак, мы посеяли семена астр, засыпали их сверху прыхлым грунтом. И теперь опрыскиваем, накрываем пленочкой и ставим в теплое место. И ждем 3-4 дня, посмотрим, как они себя будут вести. Надеюсь, что семена у нас схожие, потому что мы смотрели на пакеты. Когда покупаете, обязательно обращайте внимание на пакет. Здесь указан год использования цветов. Указана агротехника на обратной стороне. А на первой страничке указана и высота растения, и диаметр цветка, и какой она краски. То есть вы их выбираете по своему вкусу. Я надеюсь, что сейчас очень много сортов и бархатцев, и астр, и вы выберете то, что вам понравится. Спасибо, Наталья Викторовна. Я думаю, что в ближайшие выходные нашим дачникам будет чем заняться. А мы желаем удачи вам в посеве и получении рассады астр и бархатцев. Это была программа «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин